МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инициатором выпуска печатной продукции выступил Петр I. Он рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждение могущества Российской империи. С тех пор периодические издания играют большую роль в информировании населения о важных событиях и процессах в стране и мире. Постоянно приходят, спрашивают газетки, и все разного возраста люди покупают, пользуются спросом. Приходят, уже ждут, допустим, если что-то, они уже была, не была, газеты свежие, идут к нам. О газете, как публичному информационному изданию, давно уже за 300 лет, а она все продолжает свое дело, рассказывает людям о новостях, экономике, политике, культуре и многом другом. С появлением компьютера и интернета печатным изданием пророчили недолгую жизнь, но они по-прежнему востребованы. Больше всего берут местные газеты, Нарьяна Виндер, Аргументы, Факты, Консумольская правда, программы Телесемь. Кроссворды очень берут много. В Ненецком округе, где еще остались дома без интернета, газета – один из главных источников новостей. Да и тех, кто доверяет печатному, а не электронному слову, осталось немало. Об этом свидетельствует неприходящая популярность таких окружных газет, как «Выбор науза», «Полярный вестник» и ставшая брендом Ненецкого округа газета «Не арена в Индер». Каждое поколение воспринимает газету по-своему, но она до сих пор актуальна, она до сих пор пишет о жизни, о людях, она информирует. И то, что чем больше изданий, тем лучше для нас, для читателей. Сергей Бычихин – один из опытнейших журналистов окружного издания. Пришел в газету в 1971 году. Был зачислен как фотокорреспондент, а затем стал пишущим репортером. За 35 лет объездил весь округ. Побывал и на берегу Карского моря, и на просторах Канинской тундры. Говорит, для журналиста важно любить жизнь и свою профессию. Тогда и материалы будут достоверными и объективными. Нет запоминающихся фоторепортажей. Есть великие люди, есть повседневные, но делающие свое дело люди. А каждая работа требует максимум усилия от журналистов. Вы сами знаете. Согласно статистике, большим спросом газеты пользуются там, где скорость и качество интернета хромают. Ведь сегодня почти каждая газета имеет собственный сайт, где также можно ознакомиться с новостями. Количество изданий, возможно, будет сокращаться. Но пока в газетных киосках по-прежнему большой выбор продукции. Депутаты регионального парламента приняли на рассмотрение первое в этом году законодательное предложение. Так принято решение вынести на рассмотрение комитета, поступившее в адрес окружного собрания законодательной инициативы субъектов России. Они касаются внесения изменений в налоговый кодекс, а также вопросов проведения капитального ремонта и проведения досрочных выборов глав муниципальных образований. На палате рассмотрена законодательная инициатива Совета Заполярного района о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации. Как отметили депутаты, вопрос для нашего региона актуальный и требует тщательной проработки в рамках комиссии и обсуждения с законодательными органами парламентской ассоциации Северо-Запада России. Предварительно рассмотрены кандидатуры для награждения почетной грамотой собрания депутатов НАО. Их дальнейшее обсуждение состоится на заседании комиссии по наградам. Также принято решение о проведении выездной комиссии по социальной политике для обсуждения вопроса о ходе реализации окружного закона, предусматривающего предоставление денежной компенсации взамен бесплатного предоставления семейного участка. По предварительным данным, средняя оценка по России – тройка. Русское географическое общество подводит итоги всероссийского географического диктанта. Он прошел в нашей стране 20 ноября прошлого года. Средняя оценка участников в сравнении с прошлым годом не изменилась. Это тройка – 52 балла из 100. В Неницком округе достигнут примерно тот же показатель. Данные еще будут уточняться и корректироваться. На момент размещения информации на сайте Русского географического общества 100 баллов набрали 413 человек из всех прошедших диктант очно. Среди них один представитель Неницкого округа. От 90 до 99 баллов получили около 3,5 тысяч участников. Менее 30 баллов набрал каждый пятый участник акции. Одним из главных принципов проведения акции являлась анонимность. На бланках заданий и ответов можно было не указывать свое имя. Участников попросили написать только возраст, род занятий, отношения к географии, например, студент или преподаватель профильного вуза и некоторые другие сведения. Эта информация необходима для того, чтобы оценить и проанализировать уровень географических знаний жителей нашей страны. Напомню, всероссийский географический диктант прошел по всей стране. Было организовано более полутора тысяч площадок. В Неницком автономном округе таковыми стали Неницкий краеведческий музей, средняя школа номер 4, города Нарьинмара и села Несь. Узнать результаты второго всероссийского географического диктанта можно на сайте Русского географического общества. Полгода жители Нарьинмара будут платить за тепло меньше прежнего. Тариф на тепловую энергию для жителей столицы региона понизился по сравнению с прошлым годом на 249 рублей 2 копейки и составляет 2490 рублей 98 копеек за гигакалорию тепла. С 1 июля тариф вновь подрастет – до 2776 рублей 6 копеек. Об этом сообщает Управление по государственному регулированию цен и тарифов Неницкого округа. То есть с января по июль все нарьинмарцы будут получать платежки с новыми сниженными цифрами. Напомню, рост или снижение тарифов определяют власти региона. Услуги по теплоснабжению горожанам предоставляет Нарьинмарское муниципальное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. Декабрь в округе выдался самым холодным за последние 7 лет. Такие данные приводит Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для последнего месяца года климатическая норма в Неницком округе составляет от 8 до 17 градусов ниже нуля. Однако последние 7 лет декабрь в регионе был теплее. К примеру, в 2014 и 2015 годах среднемесячная температура воздуха в этот месяц составляла от минус 4 до 16 градусов мороза, что выше нормы на 2,4 градуса, а 2011 был теплее на 5,11 градусов. Тогда в Нарьинмаре воздух прогревался до нуля градусов при норме в минус 14,3 градуса. Декабрь ушедшего 2016 года оказался холоднее на 1,4 градуса. В окружной столице среднемесячная температура воздуха составила 18 градусов мороза. Как пояснили в Северном управлении гидрометеослужбы, понижение температуры было вызвано влиянием холодной воздушной массы арктического происхождения. Она обычно идет с востока Арктики и Карского моря. Новогодние и рождественские праздники в регионе также выдались морозными. Жители округа периодически обращались с жалобами на крайне низкую температуру в квартирах, в том числе и в новых домах Нарьинмара. На первой в 2017 году еженедельной планерке Игорь Кошин дал поручение профильному департаменту и Государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАО провести комплексное обследование жилых помещений. В Нарьинмаре определили место и время проведения крещенских купаний, сообщает пресс-служба администрации города. Традиционно купель будет организована в районе Качгартинской Курьи. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Ожидается, что в традиционном обряде поучаствуют более тысячи горожан. Рядом с купелью для нарьинмарцев будет работать временный пункт обогрева, где можно будет переодеться. Находящиеся на пункте сотрудники МЧС России будут готовы оказать первую помощь. Кроме того, за безопасностью и здоровьем горожан будут следить сотрудники полиции, окружной больницы и городской администрации. Крещенские купания пройдут с 22.00 до 2.00. Заполярную и Ордань организуют муниципальные учреждения «Чистый город». Незаконные игры Стражи правопорядка накрыли подпольное казино В нарьинмаре полицейские снова закрыли подпольное казино. Как оказалось, адрес, где можно было заработать легкие деньги или с такой же легкостью их проиграть, находился по знакомому оперативникам адресу. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управлением МВД России ПАНАО была получена информация о том, что в подвальном помещении, расположенном по улице Ленина, 29, проводятся азартные игры. По данному адресу сотрудники полиции уже неоднократно пресекали организацию незаконной игорной деятельности. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий факт проведения азартных игр с нарушением требований федерального законодательства подтвердился. В результате проведенных мероприятий были изъяты денежные средства и компьютерное оборудование. Всего оперативниками были изъяты деньги в сумме около 15 тысяч рублей, 7 мониторов, ноутбук, 2 модема, 7 системных блоков и 2 мобильных телефона. В настоящее время, по данному факту, органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Уважаемые жители Ненецкого автономного округа! Если вам из-за стали известны факты незаконной организации игорной деятельности на территории Ненецкого автономного округа, просим вас сообщить в Управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. По телефону доверия 8-818-53-421-52. Анонимность гарантирована. Ветеринарная станция региона приступила к регулярным рейдам по отлову безнадзорных животных. Они будут проходить через каждую неделю до конца текущего года. Как пояснили в учреждении, такие меры в первую очередь связаны с необходимостью защитить население от болезней общих для человека и животного. Часть отловленных домашних питомцев передается владельцам. При этом собственники обязаны оплатить стоимость содержания животного в приюте – 290 рублей за сутки. Забрать питомца можно будет только после оплаты. В связи с этим ветеринары рекомендуют жителям округа прекратить самовыгул своих животных, поскольку в приюте, как и прежде, будут доставляться все бродячие животные, в том числе и с ошейниками. Помимо оплаты пребывания питомца в приюте, на его владельца также может быть наложен штраф за нарушение правил содержания. Информация о нерадивых собственниках животных передается в отдел муниципального контроля мэрии для наложения штрафа. Он, в свою очередь, составляет от 1 до 3 тысяч рублей. В прошлом году в пункт временного содержания безнадзорных животных поступило 786 собак и кошек с территории Наринмара и поселка Искателей. Также ветеринары проводили рейды на территории других муниципалитетов и на месторождениях. В результате в приют поступило еще 82 собаки. Их доставили в Наринмары из Красного, Великовисочного, Лабожского, Индиген, Эльминоса, Тельвиске, Варандея, а также с Южно-Хильчиюского и Инзерейского месторождений. Новых хозяев нашли 248 животных. Ненецкий округ привлекает туристов из жарких стран. Увидеть своими глазами за полярный край приехали туристы из Мексики. Новый закон усилит защиту российских туристов. С 1 января вступил в силу закон, направленный на повышение ответственности участников туристского рынка и усиление правовой защиты туристов, уезжающих за пределы Российской Федерации. По новым правилам, компаниям, не внесенным в единый федеральный реестр, запрещено осуществлять второператорскую деятельность. За нарушение данного пункта им грозит административный штраф или дисквалификация. Закон также обязывает всех туроператоров отчислять денежные средства в резервный фонд и фонд персональной ответственности. Резервный фонд предназначен для возврата россиян, которые остались за границей и на родину. Из фонда персональной ответственности будут компенсировать ущерб туристам от сгоревшего по вине оператора тура. Данные правила не распространяются на тех туристов, которые отправились в путешествие самостоятельно, кто покупает услуги у туроператоров частично, либо тех, кто путешествует в пределах российской территории. Яркий колорит ненецкого народа, самобытное стойбище оленеводов, уникальные природные памятники и заповедные территории. Все больше иностранцев притягивает этот туристический магнит. Американцы, китайцы, вьетнамцы, норвежцы, немцы уже побывали на территории округа и оставили о нас теплые воспоминания. На четырехдневную программу под полярной звездой приехал еще один гость, на этот раз из Мексики. С влюбленным в Россию пообщалась наша съемочная группа. Мексиканская радость за попавший Тинзей. Такие бурные эмоции, признается гость столицы, он уже испытывает четыре дня. Именно столько Самуэль находится в ненецком округе. Об оленях, рыбачили, у нас был очень насыщенный тур, мы рыбачили и искали оленей, ездили очень на длительное расстояние на снегоходах. Самуэль попробовал сырое мясо оленя, я не решилась. Но незабываемые впечатления для нас это в первый раз и мы, конечно, в полном восторге будем всем рекомендовать. Самуэль, понравилась строганина? Если ты густой, строганина из карны. А, карны? Си. Си, 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 мне густой. Я говорю, я никогда не видел, я делал это очень экстремное. И его пробовал с салом, а также. Говорит, да, это, конечно, было экстремально, никогда в жизни он такого не пробовал, но ему понравилось, он даже без соли ел. Сегодня у мексиканца последний день арктического путешествия. Программа очень насыщенная. Экскурсионная программа на территории центра, которая как раз показывает быт ненецкого народа, национальные блюда и различные такие интерактивности. В центре арктического туризма Сэма познакомились с ненецким божеством Нума, показали нарты и традиционные жилища оленеводов. А напоследок гость успел загадать желание. Наташа Самуэль, что вы загадали? Какие желания можно узнать? А, какие мечты ты думаешь? Ты хочешь спросить? Быть счастливым. Быть счастливым для всегда. Быть счастливым. Кстати, свое счастье Сэм нашел именно в России. Наталья Гидлевская – это не просто переводчик Самуэля, это его любимая жена. Мексиканец давно был влюблен в нашу страну, и три года назад она ответила ему взаимностью. В Таиланде он встретил свою русскую супругу. Это мягко. Мы встретились в Таиланде. Это был мартес 29 апреля 2014. Привет, красивая. И так было, как я встретила ее. Мы познакомились в Таиланде три года назад, в 2014 году. Я отдыхала с мамой, он тоже приехал путешествовать в Таиланд. И гуляя по одной из улиц, он мне сказал по-русски, привет, красивая королева. Я, естественно, не отреагировала, но отреагировала моя мама, и так мы начали общаться. Искренний комплимент на русском языке с иностранным акцентом и улыбчивого будущего зятя мама Натальи сразу оценила. И, как оказалось, не зря. Такой интернациональный союз оказался счастливым. Самуэле всегда нравилась Россия, но он никогда, естественно, в своей жизни не думал о том, что он поженится на русской. Я показала ему, как жить, а не существовать в этом мире, как чувствовать все на себе, все интересные приключения, опыты, путешествия. Ну, в общем, он рад, что он на русской женат. Сейчас пара живет в Мексике. Наталья – свадебный фотограф, у Сэма – рекламный бизнес. Но в родной Гвадалахаре их почти не бывает. Влюбленные постоянно путешествуют. Около 50 стран мы посетили вместе, но все еще у нас большой список, куда надо съездить и что увидеть. Увиденным Наталья не просто восхищается, а делится со всеми странами. Она пишет статьи для международных тревел-блогов. О Ненецком округе уверена девушка скоро узнает не только Мексика, но и весь мир. Я тебя люблю наримать. Это мой стиль.